Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. У нас небольшая с вами рубрика по комментариям. И комментарии я, конечно же, буду зачитывать со своего канала, который написали мои зрители, мои подписчики. И, знаете, комментариев столько много, особенно под видеороликом, где парочка наша, таджик и уралочка, поперлись в ресторан рекламировать. Жесть, ребят! Ну, конечно же, они опозорились, и это позорище. Я не знаю, вот куда смотрят вот эти агентства рекламные. Неужели они не просматривают видеоролики? Неужели они не видят, кому они дают рекламу? Неужели не видят, как эти сидят, жрут, как свиньи? Это просто позор ресторану. Просто самый настоящий позор. Ну, по порядочку. Обсудим некоторые комментарии, которые у меня написаны были под обзором утреннего видоса, который был на ютубе. Она, когда ест, глаза бегают, нервно моргает, по столу зеньками шарит и всё считает, сколько съели. Типа она как птичка ест, а сама всё больше и шире, от воздуха раздувается. Да, ребят, у неё прямо истерика берёт, когда она видит, сколько сжирает сарафан. Она контролирует его. Думаете, что она съела этих четыре кусочка всего лишь? Нет! Они просто прервали видос. Сарафан ушёл, а это дальше продолжила жрать. Походу, дожрала там всю эту тарелку. Да, и это та, которая жидкостянее. Сафарчик мне полстаканчика наливает, и я так по чуточке, по чуточке пью. Да, заметно, Уралочка, у тебя всё по чуточке. Но только и правда пухнешь ты постоянно у нас с голодухи. Ну и дальше. Я тоже не могу понять Уралку, когда она сказала, что излишки цветов выбросим. Ну, жалко мне, например, у меня тоже дача, но если есть излишки рассады, я не выбрасываю. Некоторые пишут объявления и продают. Я не умею продавать. Я пишу, отдам или просто выставляю на обочину дороги свою рассаду. Люди на машинах проезжают мимо, останавливаются и забирают. Это нормальное явление. Точно так же и у нас делают дачники. Если остаётся рассада друг дружке, предлагают, да, или знакомых, можем обзвонить и спросить, нужна ли та или иная рассада. А здесь вот просто так взять и выкинуть. Не себе и никому. Зачем было её выращивать, спрашивается, для того, чтобы потом в помойку. Ну, это, ребята, то же самое, что и со жрачкой. Наготовит, набодяжит, а потом сама говорит, собачкам. Хотя никаким собачкам они ничего не отдают. В помойку выбросили, и будь здоров. Ну и дальше. Я, Оля, даже не говорю про халат, в котором она припёрлась в кафе. Знаток ресторана заявила, в салате «Цезарь» должна быть пекинская капуста. Написала, в оригинальном «Цезаре» никогда не было пекинской капусты и быть не может. А как она приборами пользуется, ложку держит неправильно. Вилкой черпает салат, как ложкой. Вилка, она для того и создана, чтобы накалывать еду, а не черпать, как ложкой. Обратной стороной. Короче, нет слов. Вот знаете, то, что она не умеет пользоваться вилкой, так она, похоже, просто вилку начала брать, когда видосы они начали клепать. А до этого, конечно же, нафиг ей вилка нужна была. Ложкой всё толкала в рот, ложкой. Ложкой черпала, ложкой ела, туда больше влезет. Я же говорила, что рот у неё огроменный. И вот у неё удобный, конечно же, ложкой. Она даже как вилкой, ребят, ест. Посмотрите, как она рот открывает. Она уже прям готовит рот для ложки. Уже просто автоматически. Ну и ответы. И всё же она приличнее сафара ела. Он чавкал, пил суп через край тарелки, положил локти на стол и еду друг у друга хватал. Это жесть. Он вообще гадость как ест. Что дома, что на людях. Чавкает очень неприятный. Я, бывает, недосматриваю их. На самом деле, да, уралка, можно сказать, да, поприличнее вела, чем сарафан. Тот вообще, я говорю, чувак без тормозов, да, ему пофиг, где он находится. Он ведёт себя всегда как в свинарнике. Ну, потому что кто его воспитывал, где его этикету учили? Уралку тоже, собственно, никто этикету не учил. И она хоть что-то пытается, хоть как-то старается не опозориться. Но вот это вот всё равно. Попробуй, наоткуси, дай у тебя попробую. Это у неё не отнять. Это из-за жадности. Это из-за того, что ей охота всё и сразу. Ну, а сарафан, он не может себя поменять из-за голода. Потому что он, когда, похоже, видит жрачку, он набрасывается и уже не может себя просто контролировать. Ну и дальше. В новом мукбанке чуть не вырвало хачапури у сафара. Камеру друг на друга переставляли. Никто не хотел в кадре быть. Сарафан просто не хотел сидеть рядом с Уралкой, когда они ели, чтобы, ну, скажем так, сидеть и касаться её потную, да. Он хотел свободно сидеть и свободно есть. Поэтому у них получилось фиг чего. Уралочка-то, собственно, и сидела бы и снимала себя. Но ей некомфортно было, знаете, из-за чего? Из-за того, что ей хотелось жрать, как она обычно жрёт, да. А не так культурненько стараться, мкать, о, кать, стонать. Ей хотелось, как она обычно жрёт, так и жрать. Ну, а сарафан и не собирался стараться вести себя культурно. Жрал, как умеет и, как всегда делает, по-свински, как хряк. Фу! Ну и дальше. А вам не стыдно так писать? Откуда, с какого аула унижаете? Не её, а себя. Ещё женщины, бомжи так не разговаривают. Ой, а кто же это пишет? И прям мои подписчики вместо меня, конечно же, ответили. Нет, не стыдно. И не с аула, а с кишлака. Он кишлачный, она уральская девчонка. Ты, тётка, уралки пиши. Что так, как она, бомжи даже не разговаривают. Специалист по разговорам бомжей пришёл. Здесь пишем, что хотим. Вы не туда зашли. Что она заслуживает, то и пишем. Она очень хитрая и наглая. Вот это и судим. Я была подписана и писала в её защиту. Потом меня блоканули. Дай бог им здоровья. Вот и весь сказ. Просто не надо звездиться, это плохо закончится. Таджик должен жить в своём ауле. А если здесь пристроился на халяву, будь добр, веди себя как положено. Золотые слова. Ну, а здесь я понимаю, что либо очередной Савка строчит, либо прихлебатели забежали. Тут уже разве разберёшь? Да. Кстати, ребят, вы знаете, что я заметила? Почта-то у меня уже чистая. Уже нет никаких угроз. Мне никто не строчит. Порнографию мне никто не отправляет. А что так? Все резко испугались? Наступил момент какой преломный. Страшно, чтобы на родину не отправили. Вот сидят, слушайте, под юбками. Да, уралок что один, что второй. И боятся даже пошевелиться. Вот дела. Ну и дальше классный комментарий. Ходит уралка, точнее, сидит на качелях. Папя там за сафаром. Потому что надо снимать контент. А так как сегодня ей хрючево не готовить, то съёмка показательная на улице. А так бы снимала себя любимую. Сегодня главный в ролике горе-работник. А помещица снимает. А куда деваться-то им? Деньги, деньги, деньги. Действительно, деньги, деньги. И жрачку снимать надо. И мукбанки снимать надо. Всё на свете надо снимать, чтобы на два канала всё клепать. Побольше денег заработать. Ну и дальше. Жрачно-перерабатывающий тандем вызывает оторопь и отвращение. Вся жизнь на кишку положена. Это ещё помимо поглощения еды, её нужно переварить. Они с унитаза не слазят, простите. Они после себя оставляют в этой жизни только дерьмо. Жизнь впустую. Золотые слова. Ведь действительно, после себя оставляют только дерьмо. Ничего в жизни, кроме жратвы, не интересует. Абсолютно ничего. Но, вы знаете, сарафана интересует. Он идёт к цели. У него своя цель, да, как можно больше бабку облапошить, как можно больше вытянуть денег, да, как можно больше заработать на кишке бабкиной деньги. А вот уралка, она действительно после себя что оставляет? Только дерьмо. Да и ещё, знаете, она же всё же гниёт. Ещё и гниль оставляет. Мало того, что у неё вечно гнилые речи, да, так ещё и ноги, ребят. Я в ужасе. Она не понимает, абсолютно не понимает, до чего она уже докатилась. Ну и дальше. Того и гляди, стол тоже сожрут. Знаете, ребят, я вот как смотрю на них, бедные, несчастные, вечно голодные, вот просто страшно глянут. Ну и дальше, ребят, перейду на обзор из ресторана. И мы с вами обсудим некоторые комментарии, которые написали мои зрители, то есть вы написали под моим обзором. Почему-то в харчевне с узбекской кухней их больше не кормят. Видимо, надоели со своей рекламой. Но там, похоже, они уже и не нуждаются в рекламе. Эти прорекламировали. Может быть, кто-то там ещё прорекламировал. Ну а может и реклама не нужна. Может быть, переполнено кафе уже. И у них постоянно есть клиенты. Нафига им Уралочка? Нафига им Сафар? И нафига им бесплатно кормить какую-то прожорливую парочку, когда уже хватает у них своих клиентов? И нафига они вообще им нужны, эти рекламщики? Дальше говорит. Зелёный напиток хуже, чем у Ужралки. Вот это рекламщики! Да, ребят! Да! Это просто жесть! Сейчас мычало, потом хаять будут. А на халяву пошли за рекламу. Харчо какое-то чёрного цвета. А она что-то, как сопли тянущиеся, ела. И друг к другу из тарелки всё лазили. Ну, тянущийся это был сыр. Он тянулся. И вот это вот их поведение с этим сыром, как они тянули, руками трогали, наматывали. Ребят, ну, даблевоты. Ну, честное слово, даблевоты. И вести себя так в ресторане, ну, кем это надо быть? Ну, я уже, в принципе, говорила. Свиньи, они и в Африке свиньи. Ну, и дальше. Ларисе Ивановне сделали антирекламу. Ну, да, ребят, самая настоящая антиреклама. Не знаю, это так взять, опозорить ресторан. А ресторан довольно-таки неплохой. Я и на сайте посмотрела и в группе в Инстаграме посмотрела. Неплохой ресторанчик довольно-таки. И вот это пригласить таких блогеров, чтобы вот так вот они опозорили ресторан, я не знаю. Дальше. Никогда не показывают, как они расплачиваются. Сразу понятно, что реклама. Да, не показывают чек, не показывают, что сколько стоит, и не показывают итоговую сумму, сколько, допустим, они отдали в ресторане. Понимаете, это уже сразу понятно, что пожрали они на халяву. Дальше. Сарафан захотел Ларису Ивановну. А что, Ольга Васильевна надоела? Она же Марьям Азизова, она же Кочура, она же Уралка. Ну, видать, да, видать, Уралка уже надоела. И неспроста она за ним следит, да, следит просто за каждым шагом, боится, как бы не сбежал к Ларисе Ивановне. Ну и дальше. Да уж, на даче все отстойное, в квартире кошмар, светофоры, эконом-маркеты, зато обеды в Екатеринбурге в ресторане. Ну, Уралочка же сказала, да, что, ну, сейчас многие скажут, что вот, якобы ходите, типа, по ресторанам, да, но многие ходят, да, Уралочка, многие ходят, многие ходят, но многие тоже имеют совсем не то, что имеете вы. Да, хотя ваши хомяки постоянно забегают и постоянно пишут, у вас завесть, вы заведуете, заведуете Уралке, заведуете, что у нее есть квартира, что у нее есть дача и таджик, да, который с грядки на грядку скачет и больше ничего не умеет делать, у которого прицеп, дети, жена, мама, папа и куча там братьев и сестер. Да, очень заведуем, заведуем еще, как заведуем, ну, потому что у нас есть трехкомнатные квартиры, машины, и у нас свои личные дети, и у мужей прицепов никаких нет. Да, поэтому мы, наверное, заведуем, хотим именно такой жизни, как у Уралки. Вот, ребят, не поймешь, ни хомяков, ни этих великих блохеров, ну, а по поводу ресторана не пошли бы они за свои деньги в жизни. Тут понятно, что все оплачено, и еще и сверху они получили деньги за рекламу. Дальше. Уралка кидает жрачку, как в топку, смотреть невыносимо. Тьфу. Вот представьте, съела весь салат, соленья поела, дальше еще она поела хачапури, и ей принесли второе. Сарафан после харчо и хачапури уже не захотел есть. Это мужик, понимаете, он уже наелся, получается. А эта присела и второе еще навернула. Ведь она же не говорила, что ей тоже второе завернули с собой, она его сожрала. Ей все мало, понимаете. Она уж очень переживает, как бы ее топка была набита. Дальше. Хачапури 325 грамм. Это объем целой порции, чтобы наесться взрослому человеку. И очень сытное блюдо. А они его разорвали в клочья. Один после таза супа и солений, вторая после бодии салата. Солений и в прикуску со вторым блюдом. Да, ребят, жрали они как свиньи, потому что, ну, они не понимают, они абсолютно не понимают, что и как нужно есть. Им главное брюхи набить, что одному, что второму. И куда им в ресторан? Им только сидеть на даче и хрюкать там за столом, а не по ресторанам бегать и позорить рестораны. Да, очередное позорище, ребят. Как до сих пор рекламные агентства их еще держат в списках и еще предоставляют в ресторанах рекламировать блюда и сами рестораны. Фу, ужас. таких рекламщиков, как мерзкая эта парочка, гнать, гнать изо всех приличных заведений. Им только если, ну, я не знаю, может, Макдональд, что ли, рекламировать. Это да. А остальное, я не знаю. Просто, ребят, у меня в очередной раз нет слов. Пишите, мои дорогие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.